всем привет или нас мухамедзианов мастер спорта международного класса по биатлону член сборной удмуртии и сегодня у нас интервью сразу скажу большое спасибо что вы согласились его дать и для начала у нас будет несколько blitz опросов и первый вопрос какие были у вас первые лыжи первые лыжи у меня были сабли назывались а во первых всем привет спасибо что подвали первые лыжи у меня были сабли какая у вас любимая тренировка о да вообще на самом деле какой-то конкретной тренировки нет любимый просто нравится все что с любая физическая активность то что мы делаем на тренировках все нравится в каком возрасте вы начали заниматься биатлоном первые попытки заниматься биатлона у меня были в 11 лет а уже более-менее осознанно где-то пришел в лет 14-15 вот так вот ваш кумир биатлоне в детстве и сейчас но в детстве это был иван через of потому что он занимался на той же базе где мы тренировались и а сейчас каких-то таковых кумиров нет просто слежу за трендами всем любимый фильм так сходу не отвечу такие вопросы что в немногие расход задать не только связано с биатлоном но самый запоминающийся который сходу могу назвать кинуть наверное время это джесси тимберлой там прикольный сюжет был тоже смотрел любимая песня у меня в зависимости от настроения всегда разные любимые песни но самая такая которая у меня больше всего ассоциируется с нынешним моим положением это наверное ты что ли называется что-то вот такое какая-то такая слизнялась но больше современная или до больше современные так теперь приступим в более таким развернутым вопросом с развернутыми ответами как вы попали в биатлон и из чего как бы начали свой путь история стандартная это был вроде десятый год тогда вот как раз иван через их приехал с олимпиады и вдруг одноклассник говорит пошли биатлоном заниматься вот мол нас будет тренировать вот тренер иван через ну ладно давай попробуем ну и вот что-то мы пошли прозанимались он неделю проходил я чуть побольше и и все таки вечную историю до пошло поехало но у меня было так двумя какими такими нахлёстами занимался биатлоном то что сначала в детстве так пару лет я походил зима наступала я пропадал потому что что-то мне умерзнуть не охоту было особо занимался разными другими активностями вы сами прям родом из удмуртии как бы да да я родился в грязке сюда сразу на биатлон здесь как бы это развито я потому что сам не из удмуртии из владимир у нас там как бы с этим не очень а тут у вас и стадион как бы и все уже прямо для развития и дети наверно мы сами идут и есть за кем как бы стремиться ну да но занимался я не тут не на биатлоном комплексе в городском парке там при дворце детского юношеского творчества это такая как такая мекка где собираются очень много разных детей там есть танцы рисование музыка там все было все и вот в том числе был биатлон и хотелось бы узнать какие у вас были достижения в юношеском спорте и как у вас дела обстояли со стрельбой как раз таки ну как я старших юношах 2004 5 год 17-18 лет самые первые мои запоминающиеся старты это была новогодняя гонка это мы бежали вот как раз в городском парке и это были такие как меж межсекционные соревнования в общем там бежали только вот ребята с теми с кем мы занимались и вот я там занял второе место уступила на секунду первого места но тем не менее это мои самые первые запоминающийся старт вот сейчас каждый старт он проходит так не сказать то что уж такие яркие какие-то воспоминания с каждого старта просто они проходят да если есть какие-то ошибки ты их запоминаешь если что-то было хорошее их тоже запоминаешь но каких-то таких уже ярких впечатлений уже в возрасте таком ездили какие тут по фу или первенство россии по биатлону можно как бы сын к до в детстве ездил на эти соревнования то есть когда буквально лет 17-18 уже тоже начал уезжать на такие соревнования всероссийские вот первые какие-то такие международные соревнования это был юношеский олимпийский фестиваль в 2015 году а кто-то вот из пляды вашего возраста остался с вами как бы ну вот сейчас бегает никита лобыстов мы вот вместе с ним ездили он сейчас выступает за белоруссию из девчонок ирина казакевич мы тоже вот с ней вместе были там вот а так больше нет и я прочитал на сбр то что у вас хобби является чтение книг и хотелось бы про это поподробнее знать как бы что читаете что любите и что рекомендуете зрителям но вообще очень много интересных книг которые прочитал вот на данный момент я читаю набокова это лолита потому что услышал в одном из youtube роликов то что это такая очень интересная специфическая интересная да и вот думаю нужно прочитать закрыт закрыть гештальт больше как романа научная фантастика все зависит от настроения что к чему душа лежит там если например надоело что не такое художественное начинаю читать чуть там не знал фикшена вот а так мой любимый автор это стивен кинг и мне очень нравится как он пишет такая мистика фантастика философский вопрос в чем секрет нулевой стрельбы как бы ну как вы думаете как его надо как-то особенно хотеть или как в таком роде я не тот человек кого конечно нужно задавать этот вопрос потому что ноль на соревнованиях это пока не такой не такая частая моя сторона но один из таких как ну для меня касательно меня в чем что мне помогает хорошо стрелять это просто концентрация на себе концентрация на своих действиях атмосфера в сборной команде вы сейчас вроде бы тренируетесь сборной каминского и что скажете как бы между другими спортсменами как бы как происходит отношения да у нас вообще отличные отношения в команде мы шутим что попало там прикалываемся друг на другом там тренировки какие-то совместные вместе делаем поэтому атмосфера достаточно комфортно и все мы со всеми общаемся все хорошо а про тренировки у каминского что скажете как будут начиная тренироваться с ним да с каждым тренером своя специфика работы но вот первый год когда и начал с ним заниматься какого-то такого как обдали холодной водой такого не было то есть был готов ко всем нагрузкам которые он предлагал потому что тут в региональной команде заложили достаточно хорошую базу и поэтому просто работали развивались и выбирали свои слова получается ну тренер был черен виктор анатольевич верно вот как раз таки как у меня тоже сейчас у него занимаюсь в команде юношеской и что как бы посоветуете больше для получается будущего поколения биатлонистов какие-то советы может быть ну уже так с высоты 25 лет могу сказать молодым спортсменам то что главное просто получать удовольствие и если есть какие-то неудачи это просто воспринимать их более спокойно потому что в юно юношеский возраст это все равно это не тот возраст в котором нужно очень сильно переживать за результат и тем не менее все равно нужно пройти все этапы взросления и поэтому всегда будут какие-то ошибки и просто не зацикливаться на этом кроме спорта есть еще очень много всего и поэтому нужно быть разносторонне развитым не зацикливаться только на одном биатлоне большое вам спасибо за интервью как бы биатлон в муртии дальше развиваем и как бы всем большое спасибо за просмотр взаимно спасибо